Библейский портал экзегет.ру представляет Но Бога нельзя делать своим инструментом В результате они потерпели жуткое поражение Ковчег был утрачен А пятое будет трагикомической Что же филистимляне победители сделают с ковчегом Вот казалось бы в прошлой главе филистимляне были Ну что ли благочестивее евреев Они отнеслись к Богу не как к инструменту А как к угрозе для себя Но как к реальной независимой от них силе Как они поведут себя захватив ковчег Захватив ковчег божий Филистимляне привезли его из Эвенезера в Аждод Один из своих городов У филистимляне была такая федерация из пяти городов Аждод один из них Филистимляне взяли ковчег божий И принесли его в храм Дагона своего бога И поставили его рядом со статуей Дагона Ну смотрите как интересно они делают С одной стороны это их военная добыча А с другой стороны все таки Бог могучий А давай-ка мы его присвоим Вот у нас есть свой бог Будет еще один-два лучше Они конечно не единобожники Дагон просто одно из главных божеств Его почитают в Аждоде больше чем Остальных филистимских богов На следующее утро Аждоде не увидели Что Дагон лежит перед ним на земле Лежит перед ковчегом божьим Они взяли и поставили Дагона на место Встав утром следующего дня Они увидели что Дагон лежит перед ним на земле Лежит перед ковчегом божьим А голова и кисти обеих рук отрублены Лежат на пороге Так что осталось от Дагона лишь туловище Потому и жрецы Дагона, и все, кто приходят в храм Дагона в Аждуде, и по сей день не наступают на его порог. Ну вот, людям простым, таким немножечко дубоватым, им и аргументы нужны простые, конкретные. И вот они попытались как бы уравнять Бога Израилева со своим божеством. Оказалось, нет, не получается. Оказалось, что все-таки двум богам в храме не место. Более того, вот за эту попытку присвоить Бога, израильтяне в четвертой главе его считают орудием, а филистимляне в пятой его считают трофеем. Но и то, и другое нелепо. Вот за это и у них все не очень хорошо. Сурово наказал Господь жителей Аждуда, поразил людей нарывами в самом Аждуде и в его окрестностях. Увидев это, жители Аждуда решили, ни к чему оставлять у нас ковчег Бога Израилева. Сурово наказал он и нас, и Бога нашего Дагона. Они пригласили к себе на совет всех правителей филистимских и спросили их, «Что делать нам с ковчегом Бога Израилева?» Тебе ответили, отправьте ковчег Бога Израилева в ГАД. Ну, то есть в другой город. Если у нас тут в Москве не работает, может, в Петербурге получится. Так поступили они с ковчегом Бога Израилева. После того, как прибыл ковчег, Господь сурово покарал город, и у жителей его от мала до велика выскочили нарывы. Тогда ковчег Божий отправили в Экрон. Ну, в Питере не вышло, давайте в Новосибирск. У нас много еще городов есть. Вдруг где-то сработает. Вот тоже такая логика. Люди не понимают, что святыню нельзя использовать ни как инструмент израильтяне в прошлой главе, ни как трофей, ни как некий такой, знаете, предмет, которым можно затыкать дыры, которым можно пользоваться для извлечения выгоды для себя. Неважно, там, военная поведа или экономическое просветание. Вот давайте приспособим святыню гвозди забивать. Взорвется. Ничего хорошего не будет. Но люди тупо и упорно продолжают пробовать. Тогда ковчег Божий отправили в Экрон. Идва ковчег Божий прибыл в Экрон, как и кронитяне завопили. На погибель города его народу принесли ковчег Бога Израилева. Они пригласили к себе на совет всех правителей филистимских и предложили. Отошлите ковчег Бога Израилева, пусть возвращаются на свое место, а не то погубит он город и его народ. Смертельный ужас был по всему городу от суровой божьей кары. Те, кто не умер, выскочили на рыбу и стояли в городе вопль до небес. Ну вот такая очень примитивная на самом деле картина, но урок ее ясен. То есть хоть филистимы не победили, особого смысла в этой победе не было. Это просто некое средство наказать народ Божий, вернуть его к какой-то более правильной форме жизни через это самое военное поражение. Это часто бывает с народами. Но, пожалуй, единственный раз Библия описывает, а что происходит на другом конце. А как эти победители, которые выступили в качестве орудия наказания, как они себя ощущают. Ну, впрочем, про то, как в Вавилоне не будут думать о разрушении храма, мы тоже кое-что будем знать, но вот такой подробный рассказ только здесь. Ну, а в шестой главе Ковчег вернется.